Привет, друзья! В общем, мы добрались до ресторана Birch. Между прочим, в этом году второе место по версии Where to Eat. Попасть сюда было не так и просто, как мы можем закрываться. Бронировать столы нужно реально за месяц. Мы забронировать не смогли, встали в лист ожидания. И вот вчера нам позвонили и сказали, что мы можем сюда попасть. Очень классно. Пойдем попробуем, что же они там делают. Обязательно все десерты. Еду тоже вам покажем, но это же не так важно. Вы же хотите узнать, что там сладкого есть и стоит ли реально это пробовать. Пойдем. Расскажите, да. Посмотрите, у нас есть у нас, в общем-то, традиционный охотничество. Принципиально разные направления, в которых можно с вами двигаться. Это демонстрационное сет-меню. Наши шеф-ход запустят до десерта и патчу-меню али-карты, где вы можете выбрать сами. То есть, чем замечательнее, допустим, сет-меню, в том, что вы небольшими порциями пробуете достаточно много всего, получаете изделение о концепции ресторана, о том, что у нас есть. Есть два разных сет-эта. Есть автоспейс, есть классические сет-эта. Сами в себе разные. То есть, классика, это больше чем можно. Мы достаточно много работаем, наш патчу-меню, которое проверено временем. И в целом, шеф, ну и, конечно же, начинает знакомство с рестораном, именно с классикой. Здесь это добавило как раз какой-то мягкости, вы хотите идти и опустите. А, конечно, я не хочу. Наш следующее блюдо – это сатаки из мраморной говядины с маринованной свеклой и трюпинным пестом. Это блюдо мы заправляем классическим японским соусом конзи на основе стружки тунша. Действительно, здесь тоже будет небольшой охаточный сахар, но нам он как раз очень пригодится. Следующее блюдо будет завязанным таким классским характером, очень яркое, солноватость, юдистость, у мамы просто нашпитовано. И вот здесь как раз один из тех астрономичных сортов, которые тяжело испортить свои безалкогольные. Мы ввели к ним водоросли, вакамо и комбус, чтобы сделать более морскими пионицами и заварили как чай. Этот морской чай мы вам рекомендаем попробовать как суп. Может, какой-то слог. И затем продолжить сэндвичем с морским бурем, базированным в отмене сиротки. Всего три ингредиента – это запеченная тыква, соус на основе величина сыра пекарина и черный пюк. Попробуйте ложкой, захватывая побольше соуса. Да, да. На мой взгляд, наиболее приближены к зубкой версии безалкогольной вины. И в чистом виде прекрасный пюк, но мы его сервируем с выпаренной кокосовой водой. Потому что следующее блюдо тоже будет таким достаточно сложным, таким многослойным. И там вы точно встретите эту вот кокосовую нотку терапическую. То есть она усиливает. Ммм, что-то. Пахнет, да. Да, кстати. Вообще огонь. Понюхай его. Я в холоде. Но она же остановилась, держит. Я просто у вас мне не могу помочь. Говорят про эти крышки. Полностью. Вы приготовили для вас крабовый писк. Вот у меня здесь идея супа, как капучино. Насыщенный писк и воздушная пена. Мы пробуем все ингредиенты вместе, разламывая в антон ложкой. В общем, мы посидели, уже поели еду из сета. Очень вкусно. Обязательно покажу фотографии. Но сейчас мы ждем то, собственно, ради чего мы и пришли. Это десерты. У нас будет два десерта из сета. Будет два десерта а-ля кар. Мы уже, на самом деле, плотненько покушали. Так, сет он плотно ложится. Поэтому ждем десерты. Надеюсь, они будут свежие, яркие, вкусные, запоминающиеся и не банальные. И приготовим для вас турхменский лимон в трех текстузах. В основании лимонный крем. Дальше сегменты свежего лимона. И сверху воздушный лимонный мусс. Пробуйте ложкой, захватывая все ингредиенты вместе. А что это за цветочки? Это десерты. А, все, я понял. Спасибо. Все, моя любимая часть. Поесть сладкого. Пахнет клево. Похоже на узбекский, правда, лимон. Очень-очень. Я не знаю, чем отличаются турхменский от узбекского. Наверное, тем, что турхменскому запрещено выезжать за пределы Туркменистана. Наверное, в этом и весь прикол. Ладно, давайте пробовать. Так как это все задумано, так и будем пробовать. Смотри, внутри он такой клевый. Что-то зелененькое. Это очень легко. Слегка горчит вот этот лимонный гель или крем, который внизу. Но очень ненавязчиво. То есть это буквально... Буквально такой долесекундный удар по той части языка, которая воспринимает горечь. И все, и она сразу же исчезает. Вот самое главное, что в десерте, как я всегда говорю, должно быть, это его не должно быть желание запить. Этот запить не хочется. Слюни текут рекой. Хочется еще сразу же ложечку, чтобы этот процесс прекратить. Слушайте, очень круто. Мне нравится. Но это максимально возможная порция этого десерта. То есть если бы он был бы больше, то было бы чрезмерно. А это прям вот оптималочка. Три ложечки. И четвертую уже не захочется. И не надо, и ее, и нет. Спасибо. О, прям кофе пахнет. Это к нам под десерт принесли. К нам во вкусе прям вишня, чернослив. Кофе, чуть шоколада. Очень приятная штука. Интересно, как они ее делали. Первый, это будет кокосовый с манго-сорбетом и кофир лаймом. И второй будет пундучный мусс, соленый карамелью, шоколадной крошкой и мороженом на основе гербейс. По десерту попробуем ложкой вертикальной версии, захватывая все текстуры. Отлично, спасибо. Десертики по меню. Это кокос с кафир лаймом. Пахнет прям четко, ну, бергамотом пахнет. Если кто не знает, лайм кафир, это такой страшный-страшный лайм. Дико кислый, но очень приятный. Приятным ароматом цедры. Но с ней нужно быть крайне аккуратным. Он бывает прям очень мощный. И мусс из лесного ореха с соленой карамелью и мороженое Беллис, шоколадная крошка. Давайте попробуем сначала этот, потому что кнелька сейчас растает и будет не так симпопульно. Очень мне нравится соленая карамель. Такая, как надо. Захватываем все текстуры. И здесь нет ничего фруктового. Здесь есть мусс, соленая карамель, мороженое, все, и шоколад. Все это жирно, но нету этой жирности. Все прям максимально аккуратно. Очень орехово, при этом шоколадно. И Беллис на своем месте. Это прям очень круто. Вот за ним однозначно можно возвращаться. Железобетонно. Вкусно, продумано. Вот что немаловажно, здесь обо мне подумали. Ну что, лет страй. Тоже копнем все. Вот, тут что-то манговое. Но вот этот у меня не вызывает каких-то эмоций. Он свежий, кокосовый. Чуть лайма. Все в принципе хорошо, но вот этот вот вызывает желание как-то его съесть еще. А вот этот у меня почему-то не вызывает. Здесь очень сильно доминирует манго. А я бы его не хотел. Если бы мне пришлось бы выбирать из этих двух десертов еще раз, я бы выбрал точно вот этот. А вот этот бы я точно больше не выбрал. Хотя он вкусный. И сделан хорошо. И вопросов, в принципе, к нему нет. Ну что, мороженое из масла Нуазет. Жженое масло. Им не пахнет. Давайте пробовать, может он во вкусе есть. Очень легкий. Не навязчивый. Надо попробовать его с эспрессо. Ну да, это некая такая интерпретация Олео. Тут у нас конфета. Вообще, Берн Нуазет, он называется так именно потому, что Нуазет по-французски это орех. Ну, в частности, это фундук. Потому что Нуа это орех, а вот Нуазет это фундук. И когда мы открываем эту штуку, я вижу вот этот фундук, и мне было бы понятнее, что вот именно вот этот Берн Нуазет, он вот в этой конфете. Вот это было бы, тогда у меня бы сложилось прям полное, полный пазл. Та-дам! Конфитулька. А есть просто орешки. Просто ореховая конфетка вкусная. Наверное, их надо было все вместе слопать. Этот сет, который мы сегодня пробовали, и десерты в нем, и десерты а-ля-карт, они однозначно стоят того, чтобы совершить поездку в Питер. И я могу, конечно, ошибиться, но когда гид Мишлен придет в Питер, Берч может даже, рискует получить сразу все три звезды. Потому что именно три звезды в гиде означают то, что ресторан достойен отдельной поездки. Этот ресторан достойен отдельной поездки. Это прям целое приключение. Да, понятное дело, что съездить там, посмотреть на Исаакиевский собор, там всю вот эту вот историю, это нужно, но я сюда вернусь еще раз, именно сюда, чтобы съесть другой сет. Меня это заинтриговало, мне интересно. Я думаю, что вам тоже будет интересно это посмотреть, как я ем, потому что это очень увлекательно, мне кажется. Вот. И не забываем, что если вам понравилось видео, вы должны поставить лайк. Если вы еще не подписаны, вы должны подписаться. Это не просто так, потому что иначе вы можете пропустить очень-очень интересный рассказ о еде. Кстати говоря, хочу обратить внимание, что мы сидим в зале одни. И, ну, практически, да, практически одни. То есть сюда не попасть, но здесь никого нет. Наверное, сюда просто люди идут специально за сетом, большинство, и поэтому рассчитано все так, чтобы пришли, поели, ушли и должны прийти следующие. Потому что видно сервировка вот тут за соседним столом. Почему-то всего три стакана, значит, там будет всего три человека. Они же об этом тоже подумали? Ну, я надеюсь. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!